Всем привет! Доброе утро у нас. Папка. Такая редкость. Сегодня суббота. Мы с папой вдвоем только завтракаем. У Назара у руки. А Вика спит. Козявка. Наша. Что ты там рассматриваешь? Аэрофотосъемка Люквафа. 43-й год. Черкассы. Приятного аппетита. Кушай. Спасибо. Всем поздоровайся. Папа сонный еще. Всем доброе время суток. Пока видео у меня там выводится. Я смонтировала, чтобы вывести его с программы. Пробежалась еще раз по комментариям. Очень много дискуссий по поводу Назара Челки. Хочу немножечко... Мне тоже не очень это нравится. Вот эта дерганина. Я понимаю, что оно мешает. Мешает для... Ну, как бы ему это мешает. Но он пока не хочет. Там вот... Ну, ребят, я же не могу насильно его обстричь, пока он спит. Там или еще что-то. Как бы комментарии такие вы мне пишите. Это... Знаете, я так его уговариваю, склоняю к этому потихонечку. Но хочет ребенок. Знаете, я вспоминаю свое детство, молодость, когда мы челки вот так ставили. Родителям это тоже не нравилось. Когда мы осветляли гидроперидом, тогда, в те годы челки, кто где-то моего возраста, помнят по-любому это. Эти таблетки били, осветляли. И этот... И родителям тоже это не нравилось. И они не понимали наше желание, моду нашу такую дурацкую какую-то. Это... Ну, для них, наверное, это так было. Вот. Поэтому я думаю, что это... Ну, ему нужно, наверное, самому это пережить, походить. Он, в принципе, уже иногда говорит, ладно, давай сострижем. Потом нет, я хочу еще отрастить. Ну, окей. Сейчас многие мальчики, я смотрю, и в школе, и одноклассники, и... Вот эта европейская тема. Ну, в Европе, по крайней мере, многие так ходят. Вот у нас и у Кумовей ребята так ходят. Вот здесь все выстрижено, а здесь длинные волосы, делают хвосты. Ну, слушайте, ну, пускай пройдет через это. Это его желание, он так хочет. Конечно, мы дома стараемся заколоть, завязать эту челку ему. Но я думаю, что все же пусть он сам придет к тому, чтобы ее обстричь. Насильно, и сама я этого делать не буду, ребят. Вот, как бы там кто ни писал, я со многими согласна, и тоже не приветствую вот это вот. Вот, поэтому от того, что вы пишете, оно не изменится, его желание, хотение. Так что пусть уже будет так, а там посмотрим. Я думаю, что скоро он сам созреет, к тому, чтобы ее обстричь. Так, я на кухне. У меня сегодня это составило даже список. Магазин. Вот он, плотненький. Хотела приготовить макароны по-флотски, рулеты с этого, словаша тоненького, как я у Сережи на день рождения делала. Сырок плавленый, яйца, крабовые палочки с майонезом и вот так вот рулить, чечино мазать и рулить. Моим очень нравится, но в магазин некому было сходить. Я затеяла стирку на целый, на полдня, больше, чем на полдня. Естественно, не отхожу, не выхожу, потому что поглядываю, чтобы не потекло мимо, не затопило опять. И привязана к дому. Сережка только с работы приехал, он сегодня работал на шабашке. Вика ушла заниматься, пошла заниматься английским. Вот, репетиторством своим. А я, это, Назар, гулять чухну. Я, короче, залезла в морозилку, вспомнила, что у меня два судака есть замороженных. Ты подумала, ладно, так получилось, что сегодня без магазина. Буду готовить то, что дома есть. Как его сейчас разморозить, я не знаю, быстро. В общем, запеку сейчас судаков с лимончиком, пожарю драники с картошкой. У меня там соусы есть, конечно, это бы сметану, хорошо было бы, но ладно. В общем, выхожу из ситуации, кормить-то чем-то надо, семейство. Уже все повыедали. Так, ладно, буду мыть и начинать готовить. Сейчас, наверное, горячей водой, может, залью. Она может разлезеться, да? Ладно, сейчас подумаю, что с ней сделать. Так, допишем, допишем. Чем мы допишем? Карандашка. Список мука. Сейчас. Все. Это будет 10. Блин, есть. Вот так вот. Потому что хотела сделать драники. И поняла, что муки нету, ни капельки. И, в общем, начистила картошку. Будет у меня просто крупными кусками. Сейчас в приправах замариную и обжарю. Такую. Крупными кусочками к рыбе. И все. Потому что даже пюре думала, молока мало. Ну, в общем, все не слабо. В общем, приготовлю пока все из того, что есть. А чуть попозже уже стирка достирается. Пока достирается, я приготовлю. И схожу. Потом уже с Сережкой прогуляемся в магазин. И купим продукты по списку. Уже завтра с утра встану. И буду наготавливать. Уже и темнеет. Ох и день короткий. Ну, вот рыбка, картошка. Рыбку отправляем в духовку. Кстати, на новом противне пробую тушить. Вот так вот все отправили. А картошку отправляем на, надеюсь, уже горячую сковородку. Нет, еще не горячую. Ну, ничего страшного. Думаю, это не критически. Уже нагреется вместе с картошкой. Все. Так, готово. Теперь салат только ожидать. Вытираем стол. Лимончик еще остался. Хватило, еще остался. На чай. Так, еще у меня одна стирка. Стирка стирается по два с половиной часа. И так получается полдня. Или по три даже часа. Все, пусть обжаривается. Какая-то картошка разваливается у меня вся. Уже столько масла подсолнечного налила. Но все равно. Может, потому что много надо было. Меньше. Двумя частями. Ну, ничего. Зато судаки, надеюсь, получились. Ммм, смотрите, какая красота. Ой, запеклись-то. Запеклись. Сейчас еще чуть-чуть. И можно уже выключать. Зову Сережку ужинать. Дети разбрелись где-то все. До сих пор никого нету. Ну, Вика, понятно, это гулять пошла дальше. После занятий. А, Назар тоже гуляет у нас где-то. Гулена. Сейчас буду звонить. Вот такая красота у меня получилась. Одну, правда, пока снимала с противня. Немножко во всем повредила. Одну хорошо сняла. Показательно. Вкусная. Приятного аппетита нам. Пойду Сережку будить, бы он заснул что-то. Назар как раз пришел с гуляка. Я только стол накрываю. Начинаю накрывать. Ну, так порезала одну. Нормально. Так, сейчас это. Что там? Ты нагулялся? Да. Хорошо. Так, и картошка. Я насыпаю, да, сынок? Будем кушать вдвоем с Назаром. Сережка так сладко спит, что мне его жалко будить даже. Боже мой, как же это аппетитно и вкусно, наверное. Не, наверное, а рыбу я пробовала точно вкусно. Думаю, картошка тоже. Взяла вот такие соусы. Это картошки. Лук со сметаной достала. И чесночный польский. Тоже вкусный. Попробуем с каким вкуснее. Сыночек, что так там долго? Давай ручки мою и садись. Ой, нам приятного аппетита. Маски к бою. Ой, какая я мутная. Моя маска. Я только довывесила 9 часов. Вывесила последнюю стирку. Что так долго стирать? Надо какой-то режим, наверное, менять. Стирки надо. Нет, я даже не знала, где они. А, знаю. Стрежка успел поспать. Да нет. Магазин. Наши люди. В булочке. На гостинице. Правильно. Ой, кто это тут? Там, Борис. Он рыбу чуял, наверное. Куда? Рыбу чуял, дочь. Черный красавчик наш. А мы уходим. Да? Мне идет за нами. В общем, выбрались в магазин. Завтра, пока Сережка будет на шабашке, вам завтра тоже планируют на полдня поехать. Я наготовлю кушать. А вечером к водичке может быть. Ну, как вечером, днем. После обеда. В обед. Вот, выйдем. Как раз, пока Серый поработает, я приготовлю кушать. Помою немножко полы. Уже пора. Грязненькие. Они ушли. Я ж видела, когда вывешала стирку. Все, ладно, в магазин. Так, только зашли. Уже взяли яблочки. Королек фурма. И капустечку розовую. Идем дальше. Умчался в серенький. В среде немного рабочих. Мало, могу чуть-чуть вам поснимать. Такие печеньки еще взяли. Эту хруму вниз положили, бумагкую выбрали. Я иду за хлебом. Хлеб, хлеб, хлеб. Хлеб, хлеб, хлеб. Ой, нету. А черного нашего нету. Ладно, возьму бездрожжевой. Вика мне скажет спасибо. А мальчишкам возьму булки. Да нету черного. Я взяла такой. Ну, вон, видишь, нет. Ну, я найду с семечками, как мы берем. Другой возьмем давай. Да я взяла бездрожжевой. А, взяла? Да. И булки всю беру. И все, и хватит. Пошло. А, лаваш. У меня аж по списку лаваш. Боже, чуть не забыла. Вот. Я жрулеты хочу делать. Какой ты молодец, Серый. Вот так. Пополнили нашу корзину. Сметану взяли. Филе на этот самый, сырки. Чтоб дома уже распаковку не снимать, я сразу показываю. Майонез, крабовые палочки. Вот они. Так, набираю, выключаю и набираю. Пошел сыряжка взвешивать. Что он тут еще взял? Сейчас взял лучше чистить палочки ушные. Так, все, идет. На развес взяли, чтобы хватило. Все, осталась мука и макарошки. Соль надо? Не, я ж купила. Нет, не надо. Да еще есть. Вроде все. Все, мы дома. Бери, Сережа, доставай. Хоть попробуешь, скажешь, какая она. Не терпкая. Если терпкая, то в морозилку засунем. Говорят, что если переморозить, ну, примерзнет и потом растает, она уходит терпкость. Хотя не всегда, не всегда. Мы так, друзья, делали. Ну, да. Так, палочки. Твои. Наши. Наши. Ваши. В принципе, тут все, что я и показывала. В магазине вам ничего нового нет. Теченьки, капуста, хлеб сюда. На эту сторону. Эту сюда. Взяла куриный. Это фарш вместо макароны. Вместо этого сырочки. Сейчас мысли путаются. Вместо мяса уже перекрученную филейку взяла. Это единственный фарш, который я еще беру, потому что там видно, что чисто филе. И ничего не накручено другого. В общем, обычно, конечно, избегать стараюсь эти все фарши. На шо? Божественная. Вкусная, да? Угу. Значит, можно брать. Так, крабовые палочки. Яблочки. Мука, которая закончилась, из-за которой я сегодня драники не пожарила. И сметана. А теперь не помню, зачем я сметану брала. Я же к драникам хотела. И в список написала. А драники уже не получились. И к чему будет эта сметана? Я дурка. Я взяла сметану ни к чему. Я люблю. Просто так есть. Даже тебя скульптенкой помазать. Еще вкуснее. Я понял. Ладно, хорошо. Все, буду все разбирать. Это, в принципе, это все. А, на рулет все взяла. Вроде все взяла. Надеюсь. Все, говорим всем пока на сегодня. До завтра. Всех обнимаем. Поцелунчик от меня, от Сережи, от Вики, от Назара. Все, любим вас. Пока. До свидания.